Ступай в группу Каби Гисторы, у твоего бывшего отвалится писю. А, взгляните на этого милого волчонка в нашей шайке. Правильно. Эй, Кермит, твоя мордочка в кадре. Я открыто высказал свое мнение по этой теме, и сейчас, учитывая последние события, я решила посвятить этому видео. Хочу озвучить свои мысли о женихве, но сразу скажу, это будет не очень весело. Вас предупредили. Я не пытаюсь каким-либо образом сделать из этого политическое видео. Это не мое. Я думаю, это неправильно. Я обычно не говорю публично, что я думаю и как отношусь к чему-либо. Но почти все, что я скажу, не будет связано с политикой. Это будет связано исключительно с гребаным бракосочетанием. Я знаю, что это щекотливая тема, потому что есть куча культурных, религиозных и прочих особенностей, которые влияют на отношение людей к браку. Если же вы не согласны со мной, это совершенно нормально, ведь на разногласиях и построен наш мир. Все, чего я попытаюсь добиться, это просто поделиться своими мыслями. Своими мыслями. А вы можете поделиться со мной своими. И это будет что-то вроде диалога. Просто хочу об этом попиздеть. Это всего лишь мое личное мнение. Я уважаю ваши мнения, если они отличаются от моих. Так что мы просто можем загрузить их в интернет. Боже, благослови Америку! Для начала я обращусь к своим сверстникам, то есть к тем, кто разменивает третий десяток. На девушек и парней так давят, говорят, не затягивай с этим, или пора тебе уже остепениться и так далее. Но я смотрю на это по-другому. К каждому своему парню я говорила. Слушай, если ты сделаешь мне предложение в течение следующих десяти лет, я не раздумываясь откажу. Спасибо, не надо. Мой мозг никак не может понять, к чему нахрен такая спешка. Женится в 18, 21, ну зачем просто это? Это немного риторический вопрос. Я понимаю, что у тех, кто рано женится, есть свои причины. Но я смотрю на это так. Если теоретически ты собираешься быть с этим человеком до конца своих дней, то зачем жениться прямо сейчас? Почему бы это не сделать в 60 лет? Это очень мило. Моя тетя впервые вышла замуж, когда ей было 52, и это было просто супер. Я очень уважаю тех, кто уже 10 или 15 лет вместе. А потом один говорит, эй, может поженимся? Можно, пару спиногрызов уже есть. Потому что для меня важна именно приверженность. Не нужны никакие кольца, не нужны никакие платья, ничего этого не нужно. Это всего лишь атрибуты, которые символично отражают вашу верность друг к другу. Но можно быть приверженным и без этого всего. И это подталкивает меня к следующему вопросу. Мне кажется, что в частности, многие херовые девушки вообще забыли, в чем суть этой хреновой свадьбы. Главное во всем этом, это не сраные букеты, кольца, платьишко, прическа, макияж и прочая херня. Главное, это человек, которого ты любишь, с которым ты собираешься вступить в брак. А друзья и родственники просто пришли стать свидетелями этого события. Кто-то отметить, кто-то выпить, кто-то просто подраться. Хочешь потратить все свои деньги на свадьбу? Да пожалуйста, но я терпеть не могу, когда люди тратят на свадьбу деньги, которых у них даже нет. Еба, у меня нет работы, жму на пособиях по безработице, значит, что мне надо сделать? Масштабное мероприятие. Чё за херь? Свадьба лишь оставит вас без денег. Но ты же хочешь быть с этим человеком до конца своей жизни. Почему бы тебе не подождать пару лет, когда вы сможете это позволить? У многих родители готовы оплатить свадьбу, и это нормально. Но если кто-то готов платить за вас, это еще не значит, что надо этим пользоваться. Мои предки могут купить мне печеньку размером в свою комнату. И что, это значит, что я обязан это слопать? И опять же, это просто мое мнение. Не знаю, много ли кто из вас планирует говорить с родителями на эту тему. Кто оплатит твою свадьбу? Я бы такую тему вообще никогда поднимать не стала. Я вообще не думаю, что хотела бы, чтобы кто-то оплатил мою свадьбу, даже частично. В жопу такой расклад. Я думаю, что раз я уж сама выбираю себе жениха, и сама решаю, когда мне устраивать свадьбу, то я сама смогу все это оплатить. А гостям надо будет только повидеться на свадьбу. Вон у меня бесплатный бар, на который ушли все деньги. Обращаюсь ко всем дамам. Вам надо успокоиться. Потому что вы не обязаны выходить замуж. Вам ни к чему устраивать пышную свадьбу, как в гребаных сказках. Вам ни к чему выходить замуж до 30 лет. Вам ни к чему сейчас ребенок. Все это вам ни к чему. Вы можете сами делать выборы и жить своей жизнью. А те, у кого возникает с этим сложности, могут просто поставить палец в голове и спросить себе, «Эй, твое?» «Нет, ну вот и не вякай». А теперь я хочу сказать, что мне полностью насрать на свадьбу геев. Ну, не то, чтобы прям насрать. Но если ты хочешь состоять в браке с кем, кого ты любишь, ради бога, за это замечательно. Дерзай. Блин, хотите женить хоть на пингвине? Хотите женить хоть на коробке сладостей? И мне кажется немного глупым тот факт, что люди так парятся по поводу брака других людей. Какое твое собачье дело? Что эти люди делают со своими гениталиями? Практически у всех моих друзей, среди друзей или родственников есть геи. По телеку и фильмах тоже есть геи. Они рады быть теми, кем являются. Да и почему им нельзя жениться тогда? Не понимаю. Я не часто разговариваю на подобные темы, потому что я люблю все забавное и веселое. И я никому не отношусь по-другому из-за того, что у него другие убеждения. Но я планировала сделать это видео о браке. И о том, как это несправедливо, что я сама решаю, когда мне выйти замуж, и если вообще выходить и так далее. А ведь есть много людей, у которых даже нет этого выбора. И это несправедливо. Но главной причиной, по которой я сделал это видео, это было мое желание сказать вам, что вы должны делать свой собственный выбор. И это касается всех, независимости от сексуальной ориентации. А также поделиться своими соображениями. Возможно, после моих слов вы не будете так суетиться и скажете, я не обязан делать то, что делают все. Или то, что мне навязывает общество. Я могу делать все, что захочу. Ясно? Не маленький уже. Ступай в группу Каббегистор и твой муж тебе не будет изменять. Серегу.